Вот он. Я дико за... Бля, Даш... Блин. Где розовый-то? Вот, он светится в темноте, я жговорю. Приятули девчули, настало время годного коннента на моём photography а, впрочем, нечего нового. Просто эта рубрика реально скажет. К этому приветствию. Прошло около полутора месяцев, возможно, чуть больше с того момента, как дело в последний раз с ногтв и вы Прикиньте, они у меня не отвалились, потому что делала я их не сама. Не умею их подготавливать, из этого они отваливаются от моей ногтевой пластины. Но после того, как я сходила к той маникюрше, я поняла больше, что мне нужно купить для закрепления геля. Так что я думаю, в этот раз у меня ногти продержатся, а если нет, то в следующий раз точно будет всего, потому что я как бы учусь вместе с вами. У меня до этого была лампа, я вообще, знаете, делала ногти и не изучая ничего, я просто делала, как чувствую. И у меня до этого лампа была 24 ватта, я просто вообще не шарила, реально. Вот я удивлялась, а почему у меня нихрена не просыхает? Да потому что ватов очень мало. И в этом я решила заказать на Азоне себе лампу за 800 рублей, тем более много у кого я видела, называется она Sun. Но я тогда не знала, что есть подделки. И, конечно же, мне с Азона за 800 рублей пришла подделка. Помимо того, что ее светодиоды не светят вообще, я реально включаю, она работает, то светодиоды сломаны. Это выпало просто. Так еще и шнур настолько короткий, у меня очень близкая раздетка к столу. Лампа вообще не ставится на стол, потому что... Ну, я просто не представляю, как я буду делать ногти, если шнур такой короткий? Типа на полу сушить ногти? Это просто ужас. Лучше уж потратить деньги и купить оригинал. Что я и сделала. Я нашла сеть Paris Nail, называется, все ее советуют. И я решила восходить. Там такой выбор огромный. Было бы круто, если бы была реклама. Но, к сожалению, нет. И я купила там новую лампу от слова Санина. Ну, надеюсь, нет. Поэтому в этот раз, я думаю, у меня точно будут ногти хорошо держаться. Будут отлично просыхать всякие игрушки на ногтях. Боже, я очень рада. Наконец-то у меня будут ногти гореть. У нее круто, что есть вот такое вот стеклянное дно. То есть, будут отлично все просыхать. Я просто видела, я тут посмотрела, как нужно правильно брать. Я вообще реально не шарила. Вот это означает, что оригинал. Красиво светится. Блядь. А ту посылку Сазона с лампой. Мне пришлось обратно сдать. В общем, не об этом. Не про лампу, а с видео. Мне надоело уже снимать эти видео однотипные. В прошлый раз уже было достаточно круто и интересно. И я решила, что будет хорошо, если я сделаю ногти. Накрашу их в красном свете. Потому что в красном свете, как мы знаем, вообще цвета не различаются. Только некоторые темные можно различить, а все остальные непонятные цвета. И будет круто, если я сделаю дизайн в красном свете. Но сначала я сниму ногти и наращу, конечно же, в обычном свете. Потому что, ну, мне будет сложно. Тем более в красном свете очень быстро устают глаза. Поэтому я вообще не представляю, как я буду что-то делать. Девочки, смотрите до конца, чтобы понять, как я настрадаю все это раз. Я даже в нормальном свете не научилась еще ногти делать. Еще я поняла, что у меня в последнее время, да и вообще все время, когда делаю ногти, у меня они все однотипные. Примерно. Вам, наверное, так не кажется? Но мне кажется. В этот раз у меня дизайн будет такой вот с плейбой. Вообще, изначально вообще другой хотелось сделать. У меня купила наклейки на опрашке и такую глаз. У меня класс. Надеюсь, когда-нибудь я приду к тому, что будет что-то новое. Кстати, Happy Merry Christmas у меня уже. А у вас? Ёлку-то поставили? Девушка сказала, что здесь нужно снять пленочку только с одной стороны, что потом, если затрется, то перевернуть и будет вот тут свежая сторона. В общем, давайте. А как я буду подсыплять со своими ногтями? Ладно, давайте ногти с ним, тогда подцепим. В этот раз будет форма другая, с этой мне комфортно, но хочется обычную. И они очень длинные, в этот раз будут короткие, вот так вот, наверное. Чтобы мне комфортно было, то иногда я бьюсь ими об стену. Как бы это странно звучало, я реально не бьюсь об стену. То есть я там ложусь на кровать или на диван, и у кого-то очень близко спинка дивана к стене, и я просто ногтем вот этим бьюсь. Еще один важный момент. Я, наконец-то, купила себе лампу, чтобы она сверху светила. А то у меня все время только кольцевая стоит вот такая вот. Она будет как раз светить красным для сегодняшнего видео. В целом, мне нравится, что она вот так вот выживляет. Как я буду снимать вот такие толстые ногти? Ну, согласитесь, они прям очень огромные. Мне кажется, это максимально сложный случай, потому что настолько толстые я никогда еще и себе не делала. Минус 100 часов. Еще и потому что, мне кажется, нужно купить другие фрезы, потому что эти хуевые. Надо какие-то, знаете, железные больше. Короче, такой мем. Этот ноготь у меня один раз отвалился из-за того, что, ну, блядь, делаю я его сама, само собой, у меня все же все отваливается. И я решила обратно его приделать. Не при помощи, как обычно я делаю, там, на клей для типсов, потому что мне сказали, что он стрем, и на него лучше не делать. Я решила сделать на гель. Но поскольку моя лампа нихрена не просушивает, такие толстые слои, у меня там какой-то... Не. То есть там есть слой, который не просох, и он как корочка. Не знаю, это просто будет как снежок. Я вам сейчас подсниму. Блядь, какой-то пиздец. Мне нахуй пиздец, это говно, я, блядь... Я нахуй спиливаю эти ноготь уже 2 часа с половиной. Эта машинка меня дико заебала тем, что она пищит. Я не могу ее очистить, я не знаю, в чем проблема, она пищит постоянно. Я дико заебалась. Так долго я вся в пыли в этой ебаной. Это просто пиздец какой-то. Никогда больше такие ногти делать не буду. Я не могу эту штуку спилить. Вы слышите, да? Какое-то пищание, ебанное. Что это за говно? Не могу уже. Это уж это говно. Вы просто представляете, все настолько плохо, что мне пришлось сесть в берушу, потому что эта штука просто невыгодно противная. Пищит. Наверное, я не знаю, может она сломалась. Простите, что против света, но прошло часа 4, и я закончила спиливать ногти. Посмотрите на мой стол. 4 часа на то, чтобы снять только гель. Класс. Сот раз мне манитюрша рассказала, как правильно подготавливать ногти. Я купила бескислотный праймер. Я еще посмотрела видео, что нужно еще какой-то. Какая-то штука тоже типа праймера. Взяла вот такую вот базу. Еще случайно на зоне купила две базы. Одна, знаете, такая в баночке, как для наращивания. Я подумала, что это гель для наращивания. Впервые работаю с белым гелем. Он очень красивый. Типа, мне кажется, его даже можно использовать без покрытия какого-либо. Но единственный минус всего, то что видно все косяки. Хотя, возможно, это хорошо в моем случае, потому что я буду видеть все сразу. На нем видно пыль. Мне так непривычно видеть такие короткие ногти, потому что я так долго ходила с такими длинными. Все гели у меня новые. Вот этот прозрачный, видимо, тогда у меня был весь засохший, и мне было с ним нормально работать. Но теперь он свежий, и он такой жидкий, что просто трэш. Мне очень неудобно. Сегодня какой-то сложный маникюр прям. Ребят, это полный джингл-беллс. У меня нереально болит спина, и вообще все. У меня нереально грязный пол от этой пыли. Я доделала даже не до конца, мне просто завтра еще утром доделать. Я ни от чего еще так не устаю, как от маникюра. Что делать, если я сегодня проснулась в голове с этой песней? Честно, если я проснулась и думаю, блядь, может быть так оставить? Зачем делать дальше ногти? Поскольку до того, как стемнеет, ждать еще достаточно долго, потому что сейчас только 2.30. Нужно еще часа два минимум, чтобы стемнело хорошо. Поэтому я хочу сделать на этом ногте член. Но мне его нужно делать обязательно гелем. Стоит его все-таки сделать в нормальном освещении. Сначала хочу покрыть розным цветом ноготь, потом уже на нем вылепливать. Так будет проще, чем потом, когда я нанесу. Потом, наверное, бухры кем-то появятся на ногте вообще. Я сделала член. Теперь Данил как настоящий мужик его оценит. Почему я должен как мужик оценивать? Ну, у тебя же член. Я для откуда знаю топку мужских членов. Это нужно ли я, а не показываю. А на чем мне его держать-то? Я не хочу держать член в руках. Свой только держу. Ну, слушай, он у тебя как будто не настоящий. Гелевый. Неестественный. Кто вообще? Женственный член. О, первый угол так делать. Сверлим ноготь. Это так сложно. Девочки, это охуя. Я очень долго не понимала, как сделать пирсик, но мне Данил сказал, что можешь просто здесь засунуть по краям и сжать сбоку. Я буду сосать. Хорошо, что сейчас осень темнеет рано, а то мне пришлось бы прямо на самом вечере ждать. В аргенте, если было лето. Блядь, не хочу это говорить, но сейчас буду делать маникюры в красном свете. Я выключаю весь свет и буду снимать сверху с телефона и с т-камерами. Здесь будет что-то видно. Включаю вот этот источник света. Все уже красное. Настраю планку, потому что тоже светит красным. Мы как в воду сегодня будем. Блядь. Каким образом, извините, мы попали в ад? Чтобы эксперимент был 100% честный, я сейчас не выбирала лаки. Мы сейчас прям пойдем и выберем их, потому что, возможно, я могла их запомнить. Блядь, я сейчас просто смотрю, и здесь тоже непонятно, какой цвет. Чего не делаем? Трансорные свои способности будем развивать. Здесь, правда, еще достаточно темно, и вообще ничего не понятно. Для начала нужно взять палитру цветов и разобраться, какой мне нужен цвет. Что делать, если они все абсолютно черно-коричневые и белые? Самое сложное в данном эксперименте найти белый цвет, потому что они все абсолютно одинаковые. Что будет через три часа? Я буду долго играть маникюр. Я выбрала вот цвета. Вроде бы правильно, но здесь точно черный, белый. Кстати, вот здесь понятно, что белый. Это же зеленый, да? Обычно снимаю там лаз на телефон Миши. Это, мне кажется, 7 или 8. У него, видимо, как-то странно там все настроено, потому что он старый, и он реально жесткий пересветный на красном цвете, а на моем все нормально. Знаете, что-то я уже не уверена в этом белом цвете, потому что он похож на желтый. Или у меня все цвета реально перемешались. Блин, мне кажется, это будет самый кривой маникюр. Единственный ноготочек будет вот этот красивый. Девочки, вы обязаны поставить мне лайк за мои страдания. Это будет самый настрадальный маникюр, потому что я уже ничего не вижу. Мне сложно. Мне сейчас абсолютно непонятно, я покрыла ровно или неровно. Следующий розовый, а потом черный. Я сейчас начинаю сомневаться абсолютно во всех цветах, потому что у меня белый и розовый, они абсолютно одинаковые. Еще у меня база была, тут белая. Блин, у меня на пальце засохла. У меня начинает болеть голова. Сидится неплохо достаточно. Учитывая, что я, в принципе, поняла, где какие цвета, и на этой руке я уже делаю правую. Я максимально запуталась в зеленом цвете, потому что он очень прозрачный. Все неоновые цвета, они прозрачные достаточно. И когда его просушишь, он начинает светиться в темноте. Здесь темно. Я когда наношу второй слой, я вообще не вижу этого цвета. Вот, он светится в темноте, я же говорю. Вот видите, вот это означает то, что он там неровный. Я думаю, это видео должно называться «Делаю ногти не в красном цвете, а в темноте», потому что я сейчас делаю вот эту руку, черный ноготь, и я вообще ничего не видела. Из-за красного цвета у меня цвет кожи и цвет ногтя абсолютно одинаковый. Там как будто бы даже нету ступеньки никакой между ними. Разницы я просто делаю и не вижу то, что я вообще прокрашиваю. Я покрыла все ногти, и давайте посмотрим, как они выглядят при нормальном свете, потому что, чтобы понять, можно сейчас будет что-то исправить или уже нет, потому что потом точно уже ничего не исправлю, будет маникюр кривой. Барабанная дробь. Блядь. Слушайте, вот эта рука норм. Более-менее. Вот есть бугры. Отличная полоса. Думаю, это будет не особо заметно, хотя, возможно, будет заметно. Черный, кстати, вообще топ получился. Но черный был лучше всего видно под этим светом, на самом деле. Так, вот видите, главный цвет. Это зеленый, который у нас светится. Кстати, очень хорошо. Он очень хорошо лег. У меня на него было больше всего сомнений. Его было практически не видно. Сейчас я тут немного подправлю, чтобы они более-менее увидели. И вернемся к дизайну. Помогите, что я сделаю. Это Миша, телефон. Я нажала два раза, чтобы просто вернуться назад. Ничего не работает. Какой-то еще голос. Защищенная текстовая поля. Поля для ввода как пароля. Уведено два значения из четыре. Защищенная текстовая поля. Блядь, что делать? Я все испортила. Даниэл. Мы разобрались, в чем была проблема. Миша, какой-то такой-то вайсовер я вызвала. Я даже не знала, что такое бывает у меня, потому что никогда такого не было. Я сейчас пытаюсь нарисовать зайца, и я понимаю, что на этой руке я не знаю вообще, как буду рисовать, потому что это очень сложно. Я додела два ногтя, и на свой страх и риск я покрываю их топом. Надеюсь, мне просто переделывать. Сейчас я буду проделывать такие вот наклейки-сапрашки, то есть такие черепа, стиль двухтысячных. Они явно не для ногтей, поэтому, скорее всего, они будут очень толстые, и их придется делать на гель. Теперь последний ноготь на этой руке это цветочки. И чтобы открыть эти цветочки с Алиэкспресса, и чтобы открыть эту упаковку, ее пришлось сломать, потому что она не открывается. Теперь здесь нужно эти розовые и зеленые. По-моему, это розовые. Я сначала тогда нанесу базу, и на нее буду лепить. В общем, нужна какая-нибудь липкая основа, чтобы прилепить цветочки искусственные. Всегда хотела, кстати, их сделать. Мне кажется, они прикольные выглядят. Тут просто есть некоторые цветы, которые вообще не будут сочетаться, если я приделаю. Я думала, они прям лягут, они вообще какие-то деревянные. Это делают на прозрачной основе, но они вообще не липнут. Вообще дубовые. Проделаю, смотри, туторио. Приступаем к самой сложной руке, к левой. Сейчас я сделаю на нее глаза. Сначала нанесу полигель, прикреплю розовый глаз. Эти глаза я покупала в каком-то книжном магазине, в сканцелярии всякой. Мы стерли рублей на 50, может, 70. Мне нужно найти здесь и розовый. Какой же они себе едят? Блин. А где розовый-то? Мне вообще прям интересно, что получается, потому что я вообще не понимаю, какие цвета. Знаете, девочки, я хотела вас спросить, вот как мне реагировать на то, что на меня подписалась Катя Клэп, но она мне не ответила в директ. Как она подписалась мне? Вот я не понимаю, вот блогер, который на меня подписывается, популярная, там, Стаси с ней подписалась, но они никогда не пишут, что мне подписались. Я что, должна об этом следить? Мне вообще это Миша сказала. Что она мне не ответила? Я могу обидеться вообще-то. То есть, сколько уже время пришло, она мне так и не ответила. Что подписалась, непонятно. Что делать-то? Я положила какую-то вообще наугадную, вроде бы она то ли фиолетовая, то ли розовая, непонятно. Но вроде фиолетовая. И сейчас я хочу сделать прям такой глаз-глаз, чтобы там еще нарисовать реснички. Честно говоря, я уже не могу, у меня болит сильно спина, точно так же, как вчера. Но вчера, кстати, жестче болела, потому что сейчас я подставку сделала. Осталось сделать два ногтя, и они пиздецки сложные опять. Я закончила. Мне уже страшно, если включать умышленный свет, потому что я думаю, что я все цвета уже была, как выглядит. Так, включаем свет. Я пока не видела. Я даже представить могу что-то. Так, на счет три. Раз, два, три. Бля! Это охуенно! Нет, я понимаю, что там цвета были подходящие, чтобы получилось охуенно. Я не думала, что это будет настолько много. Получилось очень хорошо. Я думала, что зеленый будет очень плохо. И вот с цветочками. Но цветочками вообще получилось даже лучше, чем я думала. Возможно, у меня еще просто не отошел этот красный цвет из моего мозга, и поэтому у меня тут какие-то пятна вообще, если честно. Я вижу просто какие-то пятна. Это норм вообще? Возможно, за это у меня будет искажение цвета. 4 часа, 5 часов посидеть под красным цветом, вы попробуйте сами. Это чтобы сосать. Так, ой, дальше. Как ты там геннесса, Оля? А ты пальцы? Как ты гений. Типа... Класс. Нейчур. А это просто туфелька? Это ничего пошлого? Ну, это типа плейбой, там же женщины. Мужики. Пошлого, просто туфелька. Вот, даже сказать. Пишите в комментариях, какая рукава понравилась больше. Мне, как всегда, левая. Ну, просто всегда, что я делаю правой рукой, выглядит лучше, чем нежели я делаю, когда левой рукой. Это был однозначно классный опыт. Пишите в комментариях, что мне еще сделать, как мне прикольно снять видео про маникюр, потому что чисто делать маникюр мне как-то особо интересно уже, поэтому пишите свои идеи. Я не могу встать, потому что у меня очень сильно болит спина. Мне бы хотелось взять вибратор, так проембрировать спинку. Наберется 120 тысяч пальцев и мы выпустим новое видео. Пока!